Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по игре в Рыго. Трээээго! А мне семечек! А мне! Оооо, сразу! Чек-поробей, компас, наклад, я знаю конец, я буду богат. Я отмечаю добычу на карте, потом беру её будто пират. Пират, ребятки, пират! Зацените! Не успели подъехать сразу. Сабвуфер, колоночки. Аукс-кабель, который нам надо. В колоночке, ну такое, пойдёт на продажу. Я думаю, на барахолке за 500 рублей мы этот центр продадим. Вот так вот выглядит сабвуфер. Ну это бюджетная тема, ну пойдёт. А вот пылесосик, у детья, деду надо. Интересно, соцените. Дексп, киллкон 800 ватт. Ну такой можно продать, я думаю, за 1000 рублей спокойно на том же Авито. И акустику можно... Блядь, заебал, ну хрэ перебивать, нахуй, да я скажу? А колонки сабвуфера можно также продать за 1000 рублей, если всё-таки вот этот порванный динамик будет нормально работать. Короче, считай, 2000 рублей нашли, ребятки. Так, надо это всё сразу сюда положить. А то сейчас дворники подойдут, скажут, это моё. А? Нифига себе, ты нашёл. А чё это? Это фара была. Фара, в которой моторчик внутри какой-то? Это гидрокорректор. А, корректор фар типа? Да, это он. Офигеть. Реально, ребят. Зацените, сюда можно лампочку вставить. И будет топовый прожекстер. Вот с такой вот линзой большой. Это интересно. Рюкзачок. Чё за бренд? Ну он целый вроде. А нет, тут чуть молния поломана. Это для ноутбука рюкзак. Ну он плохая молния. Да 100 его можно, я думаю, взять на продажу. За 100 рублей, может, кто-то купит. Он зато чистенький, нормальный. Фара вот эта прикольная находка. Но это не на продажу, чисто нам. Где-то сюда, где-то дядю, нядя. Так, смотрим, что здесь. О, вот и вторая фара. А нет, тут линзы нет. Где линза, блин? О, плитка электрическая. Мечта, мечта. Ой, она в слюнях, прикинь. Ребят, смотрите, её взяли и оплевали. Тупо слюной наплевали на неё. Это реально слюна человеческая вот сверху. Выдёргивай-то обровод нафиг. О, плёваную я не буду брать с помоечки. Я брезгую. Оставь так, это металл. Заберут дворники. Ну чё, поехали дальше. Неплохо, блин. Колоночки, пылесосик. Эта ручка, кстати, разбирается. Сумку найти побольше. Ребят, подошли к помойке. И в этом мешке обнаружили огромный вынос с хаты. И оттуда сразу же выпал вот такой вот ножичек с компасом. Коллекционная мерная ложечка. Это лабораторная. Чухотсловацкая, очень старая, коллекционная какая-то ложечка с палочкой. И, ребят, ну ножик вот этот вообще топовый. Ложечка какая-то странная. О, тут пакет со шмотками. Целый пакет шмотья. Ребят, какие-то детали очень интересные. Что это такое? Кофемолка или чего? Вот такие детали металлические. На улице ветер, жесть. Скумбрия, ребят. И консервочка. Это с кухни, да? Все. Да. Макароны. Вот вообще запечатанная пачка макарон. До 21 года просроченные. Ну что им будет? Кто-то зачем-то свечу хранил. Свеча. Ну это вдруг свет выключат там. Давай его заберем, продадим. О, топовые макароны, ребят. Красная цена. До 13.06. Они не просрочены. Это на продажу. Для того, что это трубочная. День трубки забивать. А, да ладно. Вот мы трубку нашли курительную. Дима говорит, что это именно для этой трубки вот эта штука. Ну правильно, да. Типа мерная ложечка табак засыпать. Палочкой там чистить вот эту дырочку. А вот этой штукой вталкивать вовнутрь табак. Прикольно. Вот получается набор нашли. Короче, наверное, вот этот пакет с вещами так и возьмем. Потом разберемся, что там. По-любому эти вещи на продажу пойдут. Так это вот кофемолочка. Ручная кофемолка. Ты ее собрал в итоге. Да это на барахолку продастся. Это там на барахолке топовая тема старая. И вот, зацените, ребят, в полном комплекте. О, топовый пенопласт для отправки чего-то. Смотри, с уголками. Офигеть. Да мы его, блин, не увезем. Он развалится. Кстати, мне бы такое очень пригодилось. Монитор тот же отправлять. Подумаю, короче, ребят, брать этот пенопласт или нет. Но для отправки посылок это просто очень необходимая вещь. Что-то тяжелое. Да неужто пицца? Нет, это... Качапури или как? А, он еще засохший. Бомжам оставлю. Ну, можно было погреть, конечно. Я хочу пиццы. Хочу пиццы. Я хочу пиццы. Очень сильно. Хочу пиццы. Я хочу пиццы. Дайте пиццу. Пиццу. Пиццу хочу. Где пицца? Не люблю эти хачапури, блин, пироги. А вот пиццу. Барбекю пиццу хочу. Дим, купишь мне барбекю пиццу? Нет. А чего? На помойке есть она. Надо найти. Ну, ладно. Попытаемся сегодня найти, да? Что будем брать? Будем все это брать на продажу, эти шмотки. Просто так бери, не важно. О, RGB кулер. Давайте мне сразу... Нифига себе. Не успели подъехать сразу два кулера. Один RGB-шный, второй тихий. Берем. Для сбора компов с помоечки. Пригодятся. О, а тут как раз запчасти от ПК. Смотри. От корпуса. От интересного какого-то корпуса. Thermaltake. Передняя часть. Тяжелый такой, походу. А вот ты проводняк. Ну и сука. Да это от передней панели провода. Еще такого ценного. Тоже оттуда. Это USB-шки подключаются от передней панели, Дим. То есть это USB на переднюю панель уходит. Сата кабель возьми. Ну, это классика. Вот плат. Сата кабеля нужны. Вот, смотри, какой ковер. Вот это нам бы в гараж. Клопики есть в нем? Я думаю, нет. Смотри, он какой пышненький. Давай заберем. Хороший ковер. Хороший ковер. Дим. Вот этот. Только не будем стелить. Его отложим на потом. Ребят, вот этот ковер, блин, постелю в гараже. Потом-ка уборку сделаю. Он вообще классный такой. Пепельный. Как раз в гараже ковра не хватает. Ну, а это так. Шляпа по 20 рублей. Вот эту сумку нахер, она драная. Ну, рюкзак вроде бы как тоже драный весь. Ну, такой уже подустал капитально. Он кожаный. Да он не кожаный. Это дермантин. Ну, смотри, сам карманы только проверяй всегда. Руслан Че. Я очень хочу съездить и прожить там месяц в Дубае. Я хочу, чтобы когда вышла PS6, она была у меня. Ха, куда? Своя? От кого? Человек хочет в Дубае месяц пожить и хочет PlayStation 6. Офигеть. Ну, что, неплохие мечты. Ребят, зацените, как мы затарились находочками с помоечки. Снизу ковер, раковина, мешки с мешками. А здесь мешки с находками всякими. Ну, правда, там одна фигня. В основном одни шмотки. Ну, все равно, блин, нормально. Сейчас поедем на следующую кормилицу. Пора нам уже машиной обзаводиться. О, кормилица. С вот таким вот. Что это? Ну, это для спорта. Это как называется-то? Обруч. О, кормилица с обручем. Вот здесь его повешу. Кому на, пусть забирают. Мне это не надо. На продажу. Треново продаж. Ребятки, я не знаю, как у вас. Но я вообще по жизни добрый человек. И когда я вижу человека, которому нужна помощь. Мне тяжело мимо пройти. Я всегда пытаюсь как-то помочь. Так и на этой помойке, в общем, произошла такая неожиданная встреча. Мы подъехали к помойке, как обычно. Ничего там не нашли. Но встретили там мужчину, которого зовут Влад. Он стоял на костылях и что-то там искал. Какую-то одежду вроде. Я сперва на него внимания не обратил. Потому что я сразу запрыгнул в кормилицу. А потом к нему подошел, спросил, что с ним такое. Почему он на костылях. Почему он в помойке роется. Он рассказал, в общем, свою историю. Но это было не снято на камеру. Я просто охерел, ребят. В какой жопе человек оказался. Хотя он всю жизнь отработал. Всю жизнь платил налоги. А сейчас он уже больше года сидит без работы. И оказался в финансовой жопе. Ему очень тяжело. Ребят, просто послушайте, что Влад рассказывает. 21 февраля мы сидели с друзьями. Короче, выпивали. Но я по-честному говорю. Штюль не хватило. Ну, послали нам гонца. Ну, пошел, сходил, еще купил бутылку. Обратно возвращаюсь. Ну, уже поздняя ночь. Как бы темновато. Но все равно видно нормально. Во дворе такой сугроб. Я думаю, наступлю на него, перешагну на следующий сугроб. У нас здоровье не чистят. Угу. Вот, придумал. Вот, наступаю. А там сугроб... Я думал, это кочка не сугроб. Это был сугроб. И снаружи был такой жесткий наст. А когда наступил, нога провалилась, короче, и получилось, типа, как труба. Нога была зажата в этом сугробе. Я равновесие потерял, упал, а нога осталась. И весь сустав разлетелся, как этот... Как... Мне хирург мой сказал, блядь, я собирал твою ногу, как Кудик Рубика. К новому хирургу пошел к поликлинику, он посмотрел. Да, блядь, это такое говно, да ты че, ты ходил на этой ноге? Я говорю, да, ходил. То есть на гололёде я на костылях, на общественном транспорте никак. Жена с воспитательских денег мне выстегивает на таксо. Туда рублей 500, обратно рублей 500, короче. Мне в касательство вставала только поездка. Плюс вы уже без работы больше года, да? Или год? И у вас съёмная квартира, и плюс ещё ипотека. Да, да. Как вы поняли, у меня с ним похожая ситуация. Только я палец сломал, куда мне спицы вставляли. Но уже, кстати, всё прошло, только вот палец не сгибается. А у него нога, что совершенно другое, намного жёстче ситуация. Самая тут большая проблема в том, что больше года он уже с ней ходит, не работая. Его жена работает воспитателем в детском саду. Зарплата у неё 31 тысяча рублей. Им на жизнь вообще не хватает. Потому что они за съёмную квартиру платят 15 тысяч. Плюс у них ипотека 15 тысяч. И вот больше года они сводят, ну, чисто концы с концами. Его сын ему пытается как-то помогать, но сын тоже небогатый, чтобы постоянно помогать. В общем, ребят, Влад нуждается в реальной поддержке. Я думаю, что мы вместе сможем ему помочь, чтобы он пошёл в нормальную клинику, где ему сделают операцию. Потому что он всё делает бесплатно, по полюсу этому, где никто ничего делать не хочет. И нормально ему ничего там не сделали. Там всё переделывать надо. Ему нужно опять операцию делать. В общем, денег нужно много. И очень жалко человека, потому что это просто жесть. Заходите в описание. Там вы найдёте его карту. Поддержите, кто чем может. С миру по нитке, как говорится. Кто чем может, помогите. Карта в описании. Там хотя бы, я не знаю, по 10, по 100 рублей. Если много человек скинет, то ему будет намного легче, ребят. Потому что ситуация прям жесть. Я не знаю, что говорить, короче. Потому что у меня не благотворительный канал, как бы. У меня первый раз такая ситуация, когда я пытаюсь помочь человеку, чтобы вы тоже помогли. Я тоже помогу, чем смогу. Потому что ситуация реально стрёмная. То есть человеку реально тяжело. Нужно помочь реально, ребят. Опа. Да стой. Капец, ребят. Как тяжело ездить-ка, а скутер так забит находками с помоечки. О, чувак. Там вынос, шматья. Да тут еда. Еда. Это из самоката. Ммм, сметанка. Ребят, всякая еда. Иди сюда. Зацените, ребятки. Блинчики с заварным кремом и грушей. Годно до 18 мая. Дим, какое сегодня? 20-е. Блин, на 2 дня просроченное. О, сметана из лавки. 15%. О, даже не просрочено. До 11 июня. Берем. Так, дальше, ребятки, еще сметанка. До 11 июня. Ой, какой балдеж. У меня тут уже 2 баночки сметанки. Так, сейчас будет еще 3 баночки сметанки. 4 баночки сметанки, ребятки. Также до 11 июня 2022 года. Радует, что не до 2021. Так, дальше что у нас тут? Ммм, какая булочка мягенькая. С чем она? Слойка с курицей и перцем. Мяса не особо хочется. Так, мне хочется, знаете, чего? Чего-нибудь сладенького. О, сметанки. Смотри, она не просрочена, чувак. Она не просрочена, реально. Она офигенная, Дим, сметанка. Вот, смотри, сколько баночек. Минус 1 баночка, ну ладно. Вот, смотри, тут еще кулинариум. Салатик какой-то. С бобами. Ребятки, с бобами. Так, а срок годности какой у него? Не знаю. Так, ладно. В общем, у всех этих продуктов... Вот творог, смотрите. Свежее завтра творог. 5% ребятки. 5%. Так, ну короче, это все мне не аппетитно. А вот это вот очень аппетитно. Вот всю сметанку забираю домой. Из нее можно будет эти сделать. Блинчики, сырники. Много всего можно из нее приготовить. Но я, блин, готовить не умею. Попрошу жену, пусть она это придумает что-нибудь, что можно сделать с этой сметанкой. Одну баночку я бы прямо сейчас съел бы. Как воду бы выпил. Целую бутылочку. Я пока тут извлекал сметанку, Дима затарился огромным количеством разного шматья. А это что? Пацаны, ну с вас по лайку, потому что это рука для дрочки. Называется рука-незнакомка для дрочки. Опа. И полетел. Забираем руку. Прикольная тема, ребят. Можно ей лутать кормилицу и не контактировать с мусором. Только рука очень слабая. Так, ну попробуем этой рукой что-то взять. Так, допустим, я хочу взять вот эту вот упаковку от шоколадки. Оп. Он даже не может эту упаковку взять. Так, вот эту пивную баночку. Опа. Пивную баночку взяла рука. Так что она не совсем бесполезная. Набор стопок. Нифига себе. В таком кейсе, ребят, набор стопочек. Так тут битых. Битые здесь есть, Дим. Какая-то разбилась. Там стекло валяется. Ну, стопочки такие на продажу пойдут. Всё, можем забрать. Вот это разбилось только и всё. Остальные целые. Нормально, ребят, затарились. Жесть, помоечка радует. Так, ну а по сметанке. Я хочу продегустировать вот эту баночку сметанки. Сметанка из лавки в ребятке. Ммм, где? Ну, какая беленькая она. Главное не просраться мне. Ну что ж, ребятки, помянем. Ну, как я и думал, сметанка просто идеальная. Ммм. Как вкусно, очень питательная сметанка. А самый кайф тут в том, что у меня помимо этой баночки, ещё есть целых четыре баночки. Вот они лежат. Пойдут эти банки на готовку. А эту мне сразу напрямую в желудок. Дим, будешь в сметанку? Нет, я хочу пакет перебежать. А чё не хочешь в сметанку? Нет, я хочу пакет перебежать. Она очень вкусная. Я хочу пакет перебежать. Да вкусная очень. Ммм. А-а-а. О. О, да ну нахер. Нихера себе. Целый пакет одноразок. Ой-ёй-ёй. Какие интересные. А чё их сюда выстояли? Не знали, куда утилизировать, что ли? Ребятки. Куви-Ир, блю-раз. Ошкуди. Ещё ошкуди. И вот. Вейп-сол. Ещё ошкуди. Топовый, кстати, ошкуди. Я сам такие покупаю. Ещё ошкуди. Оно тут потекло всё. О. Ля. Ошкуди дать. Не дам. Ребят, нифига себе. Ошкуди с жижей. Смотрите, полбака жижи ещё. Вот ещё ошкуди. Или чё это? Фуфи-фильм. Бренд какой-то. Маскин. Капец тут одноразок. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 одноразочек. Вот такие, кстати, по 50 рублей продаю. И посчитаем. 50, 50, 100. 150. И это всё по 20. Ну, короче, рублей тут на 250, на 300 одноразок. Просто бомба. Вот я тебя забираю. А, ещё плюс у меня что-то. Вот. В других контейнерах парочку одноразок я нашёл. Вот ещё две. Вейпсол тоже топовый с зарядкой. И вот такая вот. Оте-те-те-дюня-дя. Оте-те-дя. Работает? Да, работает. Ни хера себе. Нормально. Ты не проверял? Нет ещё. Может, все-то опроверишь? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как, штыривает? Да. Заебумба. Но вспомни, что это вредит здоровью. А вам, ребятки, вообще не советую эту шляпу употреблять. Оно вызывает зависимость. И вообще непонятно, какой вред от этого. Так, короче, не на эту шляпу употреблять. Понял, Дим? Те одноразки вызывают нечеловеческую зависимость. Да. Я тоже бросить не могу, блин. Тяну эти одноразочки. А есть тут ещё одноразки. Вообще бак пустой, нифига нету. Блин, бак пустой, вот это обидно. Чё с тобой? Илья, всё нормально? Да. Ребят, ну это просто пиздец. Я не знаю, как это описать. Блин, вы посмотрите на эти лакоцакели. Что это такое? Это что за пакетон? Это стиль Рла Роса. Рла Роса, Брэн. Ну, посмотрите, ну это просто, ну... Это пиздец. Убожество высшей степени. Это полный шлаг. Полная залупа. Я очень злой от этой обуви. Вообще, где техника, я не пойму. Нет, техники одна залупа, блин. Вот это вот просто, ну... Я возмущён очень сильно. Сильно. Где техника нормальная? Где она? Мы целый мешок с шляпной обуви тут насобирали. Одна залупа, ребят. Ну, чё могу сказать? Я очень расстроенный. Видно, люди нищают. Ничего не выкидывают. А конкурентов становится всё больше. Техники нет. Одна потасканная обувь шляпная. И всё. Вон, три мешка залупы набрали на помойках. Одна залупа здесь, ребята. Один шлак. Ни на меня одежды нет. Ни на Димы. Жесть. Я сейчас, ребят, злой, как голодный удав. Вы посмотрите на этот обрубок. Ну, что это за недопомойка? Вот так выглядят полноценные баки. Видите, какой он широкий? А это тупо обрубок какой-то. Что это за недобак? Давайте осмотрим его. Может, он порадует. В баке кто-то штребух написал. Ну, это классика у ребятки. Где находки? Одна залупа здесь. Потому что бак обрубленный. Зачем вообще ставить такие обрубки? Не бак, а конченная шляпа. Где техника? Где айфоны все? Где аймаки? Где оперативная DDR4 память? Где процессоры? Где всё? Я не пойму, где? Чем мне живиться с этого обрубка? Чем? Опа. А тут чего? Оу, щит. Светильничек в коробке. Только он разбитый на две части. Ничем не порадовала кормилица эта обрубленная. Выставка обуви. И всё бесплатно. Всё для нас. На барахолочку детской. Шляпетки это всё купят, по идее. Оно целое, нормальное. Что у нас в баке? Прошлый раз мы тут нашли силиконовую жопку. А вот и рюкзачок там лежит. Надо его как-то доставать, Дим. Кстати, есть, ребят, информация, что Дима забрал силиконовую жопку себе домой. Отмыл. Для каких целей? Интимных. Нормально, нормально. Давай этот рюкзак заберём как-то. Я это точно не дотянусь до него. Залезь, повисни вот тут вот на брюхе и достань. Давай я тогда. Я-то профессионал. Конечно, смогу. Но он пустой, а ещё от бренда Демикс. Проверь молнию. Целое берём. Омальный рюкзачок, ребят. Зацените. Целый. Пойдёт. Сразу обувь с помойки в него. И продадим вместе с рюкзачком. Так, что тут у нас? Да ладно, Дим. Тут прикольный набор. Мышка и клавиатура. Набор Logitech. Правда, он грязный. А передатчика нет. Но в мышке должен быть один. Нет, это Bluetooth может быть. Да хрен его знает. Сомневаюсь. Но, возможно, заберём. Мышка и клавиатура Logitech. Топовый комплект для какого-то типа планшета или телефона на Android. Правда, подзарыга, наверное, отмывать. Но ничего страшного. Пользоваться можно. Продадим это на рынке. Может, рублей за сто. Колготочки, Дим. Колготочки. О, одноразочка. Давно не находил одноразочки. О, шкуди. Беру. Нет. О, смотри, куртка прикольная. Нифига себе, ребят. Куртка Columbia. Размер L. Женская. Columbia, ребят. Тупо Columbia. Columbia Titanium. Офигеть. Топовая куртка. Не взяли, выкинули, блин. Чё с ней не так-то? Такая куртка в магазине, ну, тысяч где-то 7 стоит. Но она женская, к сожалению. Вот это, блин, обидно. Или мужская, я не пойму. Блин, я не пойму, мужская или нет. Если мужская, то я буду носить. Блин, 5% заряда. Надеюсь, эта помойка порадует находками. Опа. Какая коллекция. Капец. И всё для заднего прохода. Можно столько геморроев вылечить. Ребят, топовые огурцы. И такие добротные. Размерчик то, что надо. Блин, да я бы тут на салат бы набрал. Надо себе выбрать штук 10 и увезти. Реально топовые, блин, огурцы. Только шкурку обрезать, порезать. И будет топ салат. И помидорок можно выбрать. Просто сказка. Ребятки, мы подлетели к очередной кормилице. Толпа подписчиков уже стоит дежурит. Чё нашёл? О, вынос с хаты, давай. Покажи. Чё, целая сумка шмоток? Да, ну, задолбали эти шмотки, ребят. Посмотрите. Раз, два, три, четыре мешка, блин, шматья. И тут ещё очередной пакет шмоток, блин. Уже пора секонд-хенд свой открывать, Дим. Помойка нехило одевает, особенно на выходных. Но где, где техника-то, где? Опа, Дима. Смотри, тут надувной круг в коробке. Фитнес-бол. Пацаны, нате вам круг. Надуйте его. И будете тут и в футбол играть. Это вот огромный круг для фитнеса. Будете тут на площадке фитнесом заниматься? О, лё, лё. Вот какая красота теперь будет на помойке, ребятки. Посмотрите. Ой, чуть сломал. На, вот сюда поставить, украсить кормилицу. Или нет, вот эту парковку украсить. Да, блин, куда не повесь, это будет красиво выглядеть. Только я крючок поломал. Блин, куда бы это в ведро поставить? Блин, куда это повесить? Сюда, короче. Во, красота. Теперь помоечка красивая, очень по-домашнему уютная теперь. Так, а это чё? Нифига себе, Дим. Как ты такое не увидел? Тут в коробке электровыжигалка. Нифига себе. Охренеть, советские выжигатели, ребят, в коробке. Советский выжигатель, вообще как новый. С инструкцией. Электровыжигалка. Сейчас скажу, какого года. 85-й год, ребят. Цена 6 рублей 30 копеек. Чувак, это коллекционеры купят. Смотри. Борисов. Борисов. Бренд Борисов. Уголёк называется. Офигеть. Забираем. На Авито данный прибор стоит вот столько. То есть мы его за столько же и продадим. Это коллекционная вещь, ребят. Это ещё в СССР сделано. Капец, редкая штучка. Просто возле бака стояла. Могли бы и не заметить, дальше поехать. Ребят, вы посмотрите, сколько барахла. Вся эта куча. Тут в основном одни вещи. И вот ещё пару пакетов. Вот эту всю гору мы насобирали где-то за неделю. И скоро поедем на барахолку всю эту кучу продавать. Тесно, сколько удастся заработать. Но если что, выпущу видос барахолочки. Ну тут до хера капец всего. Сегодня мы, блин, где-то только мешков 5-6. Не, мешков 10 где-то мы сегодня за один день набрали вещей. Это просто выходной день. В выходные дни очень много вещей выкидывают. Но что-то техники маловато у ребятки. Грустненько из-за этого. Вон, выставка обуви опять. Что-то кормилица. Галяковая, шляпная. Поломанный самокат. Ого. А что это-то за вкусняшки? Нифига себе, печенюхи какие-то. Я так есть хочу. Все по сроку годности. А срок годности до 23-го года, ребят. Сейчас буду кушать печенье. Блин, я такой голодный. Смотрите, какое аппетитное. Какое-то финлян... В Финляндии, наверное. С Финляндии привезли. Дим, сейчас будем хавать шоколадное. Какое-то дорогое, финляндское. Из Финляндии, ребят. По сроку годности все с ним хорошо. Вот какое-то молоко. О, до 18-го августа 22-го года. Поедим сейчас печенье и запьем вот этим немолоком. Написано. Немолоко овсяное. Вообще балдеж. Перекус. Так, что тут еще есть на перекус? Нормальная еда, вообще хорошая. Вот. Спаржа с морковью по-корейски. А это что, греческий йогурт какой-то? Наверное, без вкуса я такое не люблю. Ну, я люблю вкусно покушать с помойки, ребят. Поэтому я такое уже заелся, блин, на этих помойках. Дим, бери печенье, угощайся. Оно не просроченное. Вкусняшка. Сердечко это. А что по начинке? Нормально, вкусно. Давай ты ешь тоже. Дим, ну, конечно, я буду есть. Потому что я вообще-то первый сказал, что я это съем с помойки. Да, ну, внутри, как, знаете, овсяновая с помойки в шоколаде. Сейчас все съедим. И запьем немолоком. Печенье обалденное. Уплетаем за две щеки. Помойка кормит. А вы не завидывайте. Не завидывайте вы нам. Не завидуйте. Ребят, открыли вот это не молоко. И Дима сказал мне, что никак в жизни его не пробовал. Я-то пробовал. Давай, Дима, делись впечатлениями. Необычное. Да. Он как бы на вкус как молоко, но все равно чуть-чуть не похоже. Как будто не то что-то. Молоко с подвохом. А печенюхи мы уже почти все схавали. И нам мало. Я бы еще хотел такую пачку схавать. Молочка так кормит, ребятки. Просто кайф. О, шмотки. О, чувак, тут техника. Музыкальный центр. Смотри, колонки. Офигенно. А? Это топовые колонки сапсунговские. Доставай колоночки. Ребят, смотрите. Топовые колонки от сапсунга. Вот одна такая длинная. А, да. Вот напольные с подставками. Вот так это все собирается. Вот так вот, ребят. Зацените. Бам. Топовые колоночки. Давай, давай. Не зря приехали, блин. Ну, хоть немножко техники. Ой, там жопа платья. Да. Давай его, можешь его обрезать. Провод придется вырывать. Потому что тут жопа платья. Да, это бюджетный микролаб. К сожалению. А где усилитель от этого всего? Вот еще колоночка микролаб. От того же центра. Чего? А, рюкзачок Додо Пиццы. А, нет, сумка. Сумка Додо Пиццы. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Скоро, скоро заживет. Я вытаскивал вот эту колонку и все, блин. Это ты вытаскивал? Да, вот эту. А, бедки. Кормилица. Вот она. Кстати, я смотрю, там какая-то клавиатура валяется. Дим, глянь, может игровая? Посмотрим. А, цвет крутой. Новые шланги, ребят, для смесителя возьмем. Так, ладно, полезу во второй контейнер. Сытная буреночка сегодня, вот эта. Опа. Коробка от ноутбука MSI. Трепьер. Надо говорить. О, вот. Нифига себе. Смотри, как раскрыл это крылышко. Пылесос беспроводной. Дорогой бренд? Нифига, экран даже есть. Не, не это. Элиф. Ребят, бренд Элиф пылесос. Пылесос беспроводной. И зарядочка есть. Вот модель. Так, ребят, бренд пылесоса Элиф модель В55. Стоит пылесос на Авито вот столько. Будем надеяться, что он рабочий. Притащим в гараж, будем проверять. Самое крутое, что есть док-станция для зарядки, потому что часто мы находим пылесосы без док-станций. А, ой, он еще даже с мусором там пылесосит. Сосет он. О, смотри, это новый плед. Пледики, новый прям набор. Похоже на плед. Не, это плед, чувак. Возьмем, конечно. Офигеть, беспроводной пылесос, пледик новый. О, нифига себе. Жигулятины. Жигулятины, стекла эти заднего вида. Смотри, их сколько. Целых три штуки. Это вообще с рамкой. Прикол. Во, еще плед. Чувак, тут целый пакет этих пледов. Ногу. Еще плед. Ребят, вот еще плед. Это с Валбериса. Смотрите, Валберис. Набор полотенец бежевый. Да это мне домой тоже возьмем. И ты себе домой возьми. Офигеть. И там еще какой-то плед над ней. Вот еще новые пледы, ребят, в упаковке. Вообще балдеж. Пылесос, пледы. Что дальше? Во, еще, чувак, еще пледы. Еще пакет пледов. Вот там плед большой. Новый. Да он новый, смотри. Прям видно, нолячий. Это мне даже домой для малой. Офигеть, ребят. Новые пледы. Бизнес у кого-то прикрылся по продаже пледов. Ну все, голяк, идем дальше. И ребятки, самое обидное, то, что это обувь. Вся детская. Вот эти, кстати, не балансы возьмем. Ну то есть не на нас. Я уже думал, блин, грустить по этому поводу. Потому что, ну это шляпа, за копейки это все продастся. Как опускаю голову вниз, а тут тупо лежат беленькие кроссовочки. Целенькие от бренда Puma. Оригинальные. На кого? На меня они, потому что они похожи, что это мой размер. Да, большие они. Сейчас смотрим. Вот и бирочка, ребят. 46 размер. Тупо Димон. Оригинальные, ребят. Посмотрите на стельку. Вот, посмотрите на стельку. Стопроцентный оригинал Puma. Белые кроссы на Диму. Абсолютно целые. Че, Дим, будешь переобуваться сразу? Нет, эти еще отходят. Так тут уже дыра сквозная. Понял. Я думал, сразу обуешь новые. Нет, мне хватит лутать. Так они грязные. На потом оставлю. На потом оставишь? Ребят, ну они вообще топовые. Они по-любому очень удобные. Потому что все обувь такая тряпичная, очень удобная. Еще и тем более оригинальная. Просто кайф. Помойка обувает. Ребят, Дима вот нашел тут такое органическое масло. Advanced Age Hunting. Абренд Айвон. Орган Коканут. Это вот топовое для дрочки. Оно такое жирненькое, приятное. Понял? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, сапоги. Ой, вещевидные. Вещички. Вещевидная помоечка. Везде все раскидано. Сапожки. Сорел какой-то бренд. Недавижу их. Что такое, Дим? А? Последние два дня одни сапоги на помойках. Да. Где техника. А соцени, вот как тебе алое. Это алое или молочай? Алое Вера. Что, что не слизь? Посмотри на алое Вере. Зарядись. Дим, Дим, запрыгивай в бак. Я вижу кепочку на продажу. А вот тут пакет шматья. Под низом там. Вон он. О, штаны спортивные для помоечки. Смотри, какие. Так, ну пусть Дима пока выбирает шмотки. Нифига себе кеп. Прикинь, тут кеп оригинальный, детский. Толстовка кеп, ребят. Вот, смотрите, кеп, давай. Ух ты, какой костюмчик. Со смайликами злыми какими-то. О, нифига себе. Тут топовые костюмчики. Я тебе дедюнядя. Только вот этот очень грязный. Ну его может постирать просто надо. И вот еще вот этот. Вот этот мне надо. Помоечка одевает. Детей получается моих. Вообще бомба. О, какая жилеточка классная. Тоже возьму. Вот кеп. Прикинь. Вот это я, конечно, офигел. Ребят, кеп. Да это дорогая фирма, блин. Он в соплях каких-то. Прикинь. А, так может там клопы специально, чтобы никто не заюзал клопов. Да нет, нет, выкинь нафиг его. Выкинь, говорю, там кроведные пятна. Его порезали, этот ковер, потому что там в нем клопы. Да что ты его трогаешь? Нет клопов. В коврах они не возятся. Ага. Ну, значит, не клопы, а тараканы. Что, опять вещи? Да падла, задолбали эти шмотки. Были б мужские. Нихуя себе, вот это мне надо. Мотобат ДПС, ребят. Вот это у Димы очко сузилось. Ребят, топовые штаны Адидас. Вот это мне оригинальный. Ой-ой-ой, размер С. Утепленные штани. Адидас, ребят, штани. Адидас. Смотрите, какие стильные. Вообще, вот эта помоечка сейчас порадовала. Адидас. Оригинальный. Деду надо. Правда, размер С, но они на меня налезут. Пойдут. И вот здесь, там тупо компьютер лежит. Системный блок. Давай, достану залезу. Доставай, конечно. Там старый системный блок, ребят. Прикинь, там внутри топовое железо. Прикинь, Intel Core. Он, Intel Core. Он аж даже ржавый. А может, там внутри не он. Смотрите, какая зажигалка. Tiger. Не работает. Тяжелый? Тяжелый. Ой-ой-ой, с железом. С железом. Да, внутри железо есть. Там плата, смотри, какая-то есть. Старая, старая плата там. Старый. Ой-ой-ой, какой тяжелый. Так, ну смотрите, какое железо дарит помоечка. Нифига не игровое, очень древнее. Наверное, бабушка какая-то пользовалась данным комподактером. Весь в пыли. Но оперативка на месте, процессор на месте. Тупо вот так вот эту сборку и продать нафиг. Видеокарта была, походу ее сняли. А он без встроенной графики, этот комп. Так что, тут сюда видеокарту какую-то вставить, затычку. И будет все работать. Ай, жесткий диск сняли. Ну и пофиг, заберем все равно. Он даже снизу, смотрите, ржавый. Ценности особо комп этот не представляет. Но за тысячи полторы, за две продать можно. Почистить от пыли и все. Ля-ля-ля-ля, идите надо, аристократ. Кормилица. О, тупо рюкзак запечатанный. Фирменный. Какой-то от бренда Биждай. Бинс шхуяй. Бинс шхуяй. Вот рюкзак Бинс шхуяй. Реально, ребят, смотрите. Бренд рюкзака Бинс шхуяй. И там что-то есть. Смотри, он целый абсолютно. Прикинь, там что-то есть. Давай смотреть. Да, топовый бренд. Бинс шхуяй. Что это? Да, я достану пакет. Проводня. А это USB кабель. Вот порты здесь под пауэрбанк, наушники. Порты в рюкзаке, да. Нифига там этих. Там вынос с хаты. Там эти, кассеты. Тут кассеты, тут кассеты россыпью всякие. Дим, тут надо запрыгивать. Смотрите, какой топовый металл мы тут нашли от машины. Вот такая штука. От машины еще вот такие четыре штуки тяжелые. Офигеть, так реально тяжелая хрень. Офигеть. Какой топовый металл. Тяжелый. Тут одна дилемма. Как нам этот металлолом везти? Потому что он очень тяжелый. И ложить его некуда. Мы тут еще две сковородки нашли. А скутер-то забит находками. Куда это класть, я не понимаю. Вот такой вот контейнер на колесиках нашли с Машей и Медведем. Как раз сюда сложим этот металл и как-нибудь увезем. Это все такое тяжелое. Это как раз ты сдашь и на бензин тебе будет для скутера. Дим, ты что гэнстер? Подтяни штаны. Ну вот, ребятушки. Как-то, блин, зафиксировал рюкзак, а сюда убрали металл. Вот он там весь. Главное, чтобы на ходу эти штуки не повылетали, пока мы едем. Сейчас мы сюда вдвоем сядем еще и поедем как-то. Вот это жесть. А еще мы на районе видели что? Мотобас. Да, нам сейчас, блин, прям будет очень экстремально ехаться с этим всем барахлом. Ребят, у нас беда, у нас подножка отвалилась. Вот, я не знаю, как мы поедем. Какую пружину там? Болта нет. Болта нет. Нету вообще. Треснул болт, ребят, все, минус подножка. Как нам сейчас с этим всем ехать, я не знаю. Ребят, я не смог его удержать, он упал. Походу там и пластик разбился. А вот и подножка ебучая. Дим, говорил тебе, блядь, до этого еще, чини ты ее. Ты месяц ездил с ней, она шкреблась у тебя, металл уже везде постирался. В итоге тут болт нафиг просто отвалился. А что там со скутером? Я слышал треск с пластика, слышал. Там пластик треснул, да? Ну вообще балдеж. А, так там у нас еще пылесос мог разбиться. Давай как-то подымать быстрее, пока машина не приехала. У нас еще металл этот весь выпал. Ну, ребят, еще один комп. Вообще балдеж. Сегодня день компьютеров, второй системник. Нормально. Куда его только мы будем брать? Куда его класть? У нас забитый скутер хламом. Системник в сборе только без блока питания. Давай сюда. А вот он там плавает. А что здесь? Тут, наверное, вообще до хера всего. Да, ребят, это что в коробке такое? Смотрите, ребят, краскопульта красочная, низкого давления. Вот в коробке вот такое. Дальше кусочки плитки. О, Филлипс. Термокружечка топовая. Филлипс. Мешок чего-то, муки. О, протеин. Сой шоколад. Целая банка протеина. До 21 года просрок. О, жижа, зипа для зажигалки. Игрушка вон какая. Смотрите, какой мишка целенький. Целая пачка плитки, ребят. Запечатанная, смотрите. Коробка плитки. Капец. Куда нам это складывать, ребят? Тут еще краскопульт. Еще один компьютер. Вот сейчас нашли комп, а вот до этого. Кто бы это? Да, и куда его? А ты точно сейчас один сам поедешь это все скидывать? Я уже с тобой не поеду. Я тут эту помойку залутаю до конца, посмотрю, что там еще будет. Ну реально, давно мы так не тарились. Смотрите, мы сейчас ели ехали с ним вдвоем. Вчера жаловали, что находок нет. Ага, давай.